Друзья, всем привет и добро пожаловать ко мне на канал. О стиле, если вы здесь впервые, обязательно подпишитесь. У нас сегодня очень пикантная тема, но очень на самом деле трендовая. Будем говорить о том, как интегрировать белье, купальники и прозрачность в повседневную жизнь. Вы можете меня спросить даже, зачем это делать. На самом деле, это сейчас один из самых больших трендов. Только что прошли недели моды и очень много дизайнеров предложили носить белье, прозрачность и вот все такое пикантное, сексуальное просто повседневной жизни. Мне хочется вам сегодня предложить несколько идей, как можно было бы это интегрировать в свой гардероб и сделать это красиво, с достоинством и со вкусом. Поэтому, если вам эта тема интересна, оставайтесь со мной и поехали. Вообще, разного рода кроп-топы уже очень давно актуальны. Я думаю, что для вас это не секрет. Но знаете, какую штуку я заметила? Что очень много женщин думают, что вот это все, что касается кроп-топов, прозрачности, бельевой темы в повседневном гардеробе, что это все только для тех, у кого соответствующая фигура. Я, как человек, который на самом деле периодически бывает то в размере S, то в размере L, и я также, как стилист, вижу очень много девушек, которые приходят ко мне как клиенты, приходят ко мне как ученицы. Очень многие из нас живут в состоянии, что вот когда я похудею, вот тогда я начну носить всю эту красоту, начну этим пользоваться. И мне, конечно, каждый раз просто сердце кровью обливается, когда я вижу красивых женщин, красивые фигуры, сочные, аппетитные, но которые не дают себе быть таковыми. Я сейчас и себе как будто бы все это немножечко говорю. На самом деле я последние много лет внутри себя воспитываю эту тему, что вне зависимости от того, в каком я нахожусь весе, я хочу радоваться себе, я хочу брать возможности и красоту этого мира, и я хочу транслировать это через свои соцсети в том числе. Конечно, будут разные комментарии наверняка на эту мою речь, но мне очень хочется, чтобы все те, кто так же, как и я, периодически скачет в разные размеры, то маленький, то большой, наконец перестали ждать того самого идеального момента, когда же, наконец, фигура будет идеальна, мир будет идеален и все будет прекрасно, и начали жить на полную катушку каждый день. И сегодня я пришла в бренд, который называется Ближе. Ближе, девчонки придумали офигенную концепцию для всех тех, кто хочет быть красивой, стильной, сексуальной и эффектной на повседневной основе, вне зависимости от того, насколько с вашей точки зрения это все идеально. Потому что я точно знаю, что мы все прекрасны, главное это правильно все преподнести и красивыми вещами дополнить. И вот сегодня я покажу вам, как на размере L будут смотреться разные варианты бельевых идей в гардеробе. Так, мне, конечно, немножко как в сюжетном романе, мне неловко все это, конечно же, носить. Но вообще это купальня, кстати говоря, но, по-моему, очень круто смотрится как топ, да? И можно сверху, например, набросить пиджак, чтобы немножко эту зону прикрыть, но на мой взгляд смотрится здорово. Вот знаете, чтобы было вот это ощущение, что все в порядке, во-первых, сейчас этот тренд, что животное не обязательно должно быть с кубиками. Называется такой мягкий пресс, хотя смешно, да, как он пресс мягким. Ладно, не заболтываем, не засмеиваем, радуемся себе, получаем удовольствие. Самое главное, знаете, что нужно сделать? Нужно, чтобы брюки вот здесь, они немножко так свободно сидели, и тогда будет ощущение, что все нормально. У меня размер М, я напишу обязательно внизу в описании под этим видео свои параметры, чтобы вы могли свериться по размерам, и напишу тоже, в каких размерах я брала какие предметы. Еще один вариант, как интегрировать этот тренд в свои повседневные, ну, не совсем повседневные, а образы на выход. Вот такое вот, например, сечатое боди, оно, конечно, для очень смелых, я сейчас надела без бюстгальтера, если я надеваю такие прозрачные вещи, я обычно иду, во-первых, с мужем, во-вторых, не снимаю пиджак, но на самом деле сейчас можно носить без бюстгальтера и снимая пиджак. Вопрос, куда и с кем? Если вы идете, например, в бар выпивать пару коктейлей со своим спутником, почему бы не надеть это совсем без бюстгальтера, если вы девушка смелая? Конечно, прозрачное боди можно надеть и с бюстгальтером, ничего страшного, что он будет просвечивать, но у этого боди очень красивая спина, сейчас вам обязательно покажу, и хочется, конечно, как-то между делом скидывать с плеча пиджак для того, чтобы показать всю красоту. Еще один вариант вот такого боди, вечернее черное боди, вообще, мне кажется, классный элемент гардероба, который у вас надолго в нем поселится и, скорее всего, вообще не выйдет из вашего гардероба, если у вас, например, есть какая-то вечерняя капсула. И что мне здесь нравится, у этого боди есть в комплекте такой мешочек, и там внутри украшение, которое крепится непосредственно на самом боди, сейчас я прикреплю и обязательно примерю. Получится классный вечерний образ, можно носить с брюками, с юбками. Я сейчас надела с бюстгальтером, но, как я и говорила в предыдущем варианте, тоже можно надеть без бюстгальтера, если вы девушка смелая и красивая. Еще один прием с прозрачностью, который мне очень нравится, надевать вот такие высокие трусики так, чтобы было видно из-под брюки, прям чтобы спереди выглядывала вот эта частичка кружев. Ну и, конечно, такое белье можно носить просто для себя, никого не показывая, просто зная, что на себе такая красота. Еще мне очень понравилось у этого бренда белье, вот такое вот тоже из сетки. Выглядит очень сексуально, при этом без кружев, я очень люблю кружевное белье, но не всегда, честно говоря, хочется его носить, иногда хочется что-то помягче, попроще. Вот здесь как раз сетка, она у них без косточек идет, вот здесь такая просто лента очень удобная. И что мне очень нравится, в этих бюстгальтерах здесь нет никаких надписей, то есть вы можете его надеть так, что лямка будет видно, и это будет смотреться очень красиво. Вот такой, смотрите, бюстгальтер с треугольниками, это все тот же бренд ближе, и я взяла вот такие вот трусики, примерять не буду, поверьте на слово. Очень красиво смотрятся, такие лаконичные, это, можно сказать, просто база такого бельевого гардероба, да, черное сетчатое белье. Мне кажется, что это всегда будет уместно и хорошо смотреться. Уверена, что это будет один из любимых моих комплектов. И еще мне очень понравилось, посмотрите, какой нежный голубой цвет, тоже такие же взяла трусики, они сетчатые, очень хорошее качество, классно сшитые, здесь такая хорошая ластовица, хлопковая, в общем, здесь все в этом смысле удобно, и они очень удобные по посадке. И к ним в комплекте вот такой вот голубой бюстгальтер, у него, посмотрите, здесь тоже сетка, а вот здесь кружево, и тоже смотрится очень и очень красиво. Такое красивое повседневное белье, по качеству посадки вообще все прекрасно смотрится, ну и цвет голубой, посмотрите, какой нежный вообще, когда я его надела на себе, просто, короче, жалко, что я это для вас не снимаю, но поверьте, на теле смотрится вообще очень красиво. Так, девочки, я указала свои размеры внизу в описании этого видео, и там же указала все размеры, которые я сегодня примеряла, поэтому, если вам будет интересно, туда загляните, и там все будут детали. Я же очень благодарю бренд Ближу за то, что дали мне возможность рассказать об этом на своем канале, и я очень надеюсь, что после этого видео абсолютно каждая моя подписчица будет чувствовать себя прекрасной, красивой, стильной, эффектной в любом весе, состоянии, размере. По крайней мере, я всем нам этого желаю. Увидимся в следующем ролике, и пока-пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»